Друзья, всем привет! Меня зовут Женя! Добро пожаловать на канал Вязалось по уши! Я очень рада наконец-то записывать это видео. Я хочу поделиться с вами своими осенними проектами. Некоторые из них уже превратились в готовые работы, некоторые пока на стадии планирования, некоторые в процессе вязания. Расскажу обо всем по порядку. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Первая вещь, которую я точно свяжу этой осенью, будет джемпер киото по описанию Даши Малеевой. Это такой достаточно объемный джемпер, который вяжется японским узором. На образце видно, как выглядит узор уже после ВТО. Мне кажется, смотрится очень эффектно и интересно. Это непривычные нам косы и ораны, а вот что-то такое необычное. Вяжется этот узор достаточно просто, на самом деле, но требуется, конечно, внимательность, потому что переплетения встречаются достаточно часто, но они встречаются только в лицевых рядах. Для его вязания я выбрала вот такую пряжу, у меня целых три бобинки. Изначально я хотела вязать в две нити вот из такой ярко-желтой-оранжевой пряжи. Я вдохновлялась красками осени, знаете, картинками цветения клёна в Японии, поэтому остановилась на таком оттенке. Я точно не знаю, как произносится производитель этой пряжи, оставлю вам внизу подпись, но это кашемир с мериносом. Здесь 85 процентов кашемира и 15 процентов мериноса. Это картная пряжа, посмотрите, как она раскрывается. После стирки виден, да, небольшой пушок. Метраж здесь 767 метров на 100 грамм. Как я сказала, изначально я планировала вязать в две нити, но я совсем не попала в плотность, так как для описания очень важно попадание в плотность. Мне понадобилось подобрать подмотка этой пряжи и остановилась еще вот на такой ниточке. Это тоже кашемир с мериносом, но здесь уже 90 процентов мериноса и 10 процентов кашемира. Это нить от Lana Cordata, и она уже тоньше 1600 метров на 100 грамм. Мне кажется, что она хорошо дополнила мой основной оттенок, она придала ему такую какую-то горчинку, серость. И в итоговом образце видны такие меланжевые вкрапления, то есть уже нить смотрится неоднородно, но мне этот эффект нравится. И на самом деле я участвую в тестировании этого джемпера. Мы с девочками активно его в оперативном таком режиме его вяжем, поэтому у меня уже практически он готов. Я думаю, что к выходу этого видео у меня будет уже полноценное готовое изделие. И в своем телеграм-канале я уже скорее всего покажу, как выглядит готовая работа. И я вам хочу показать, насколько сильно меняется изделие после ВТО. Вот посмотрите, как выглядит рисунок до ВТО и как хорошо раскрывается пряжа. Узор становится такой рельефный, объемный после ВТО. Мне кажется, это просто магия. Друзья, предыдущий фрагмент видео я записывала несколько недель назад. Мне очень хотелось зафиксировать этот момент, когда джемпер был еще в процессе вязания, чтобы вы увидели, как сильно поменяется полотно, как оно преобразится, и просто на ваших глазах произошла бы мать. Ну и давайте я вам сейчас покажу свой джемпер. Вот такой красавчик у меня получился. Наверное, в кадр полностью не вмещается, но я обязательно вставлю вам фотографии, как он выглядит на мне. Я вязала размер S, там всего два размера, S и L, по-моему. При этом это укороченный вариант, и рукава здесь без отворота. То есть, проще говоря, я вязала самый маленький из возможных вариантов, из вариантов, которые представлены в описании. Описание, кстати, у Даши уже вышло. Я оставлю ссылку на него внизу. Вы можете уже вязать этот джемпер. Вес джемпера получился всего 434 грамма, учитывая, что да, я его вязала все-таки в 3 нити. Ширина джемпера 59 сантиметров, и его длина около 52 сантиметров. То есть, он у меня такой не очень длинный. Получился, как я сказала, укороченный вариант. По конструкции изделия он вяжется снизу вверх, сначала вяжется по кругу, и затем в области проем происходит разделение на перед и спинку. Здесь используется достаточно интересный наборный край, то есть, он выглядит как итальянский наборный край, но я раньше не выполняла его именно такой техникой, не могу подробно рассказать. В описании там Даш все очень детально рассказывает, и есть видео вставки, если какие-то сложные моменты встречаются. У джемпера, кстати, нет ростка, то есть, здесь нет удлинения по спинке совсем, его будет крайне сложно вписать в этот джемпер. То есть, даже если вы сами решите модифицировать как-то описание, это будет сделать достаточно проблематично. Поэтому просто заранее рассказываю, если у вас есть какие-то особенности фигуры, которые вы хотите скорректировать, то вот можно учитывать этот момент, что здесь росток будет предусмотреть крайне проблематично. У джемпера спущенное плечо, классная посадка, такой оверсайз формат, расслабленный, выглядит очень стильно. И этот джемпер смотрится классно в абсолютно любых цветах. Мы с девочками в тестировании вязали все из разных оттенков, и действительно хочется повторить буквально в каждом цвете для себя. Сейчас я хочу перейти к вязаным аксессуарам. Я обожаю вязать именно осенние аксессуары, меня просто шоколадом не корми, дай повязать аксессуары. Во-первых, это действительно такой же быстрый дофамин, быстрый результат, ты радуешься и процессу, и результат, и все это за короткий провяжуток времени. И плюс это всегда достаточно нужные вещи, они никогда не бывают лишними в гардеробе. И первую шапочку, которую я вам хочу показать, это вот такая шапка Бини. Что-то я ее скрутила, пока держала. Это шапка Бини, двойная шапка. Я сейчас ее не могу вам показать вот как такую сосисочку длинную, потому что я связала макушке, но это двойная шапка, вот вы можете видеть, она двусторонняя. Вот здесь у нее получается, у меня с этой стороны прибавки по макушке, а вот с этой стороны убавки. И то и другое смотрится достаточно аккуратно. И вязала я эту шапку как раз-таки от макушки до макушки, поэтому с одной стороны здесь прибавки, с другой стороны убавки. Ранее такие шапки я вязала от середины, то есть я набирала петли на бросовую нить и вязала сначала в одну сторону, затем в другую сторону. Могу точно пока определить, какой способ мне нравится больше, потому что и тот, и другой он достаточно простой, в принципе. Но я не могу сказать, что когда мы вяжем от макушки до макушки, то есть какое-то преимущество в плане примерки. То есть все равно нужно провязать достаточно такую приличную часть в длину шапки, чтобы ее нормально, оптимально примерить, и чтобы понять, действительно ли вам подходит этот размер. Конечно, предварительно делая расчеты. Поэтому здесь каждый делает выбор для себя, какой способ для него предпочтительнее. Но единственный момент, который мне, наверное, больше нравится, когда мы вяжем от макушки до макушки, это то, что не нужно делать лишних телодвижений и набирать петли сначала на дополнительную нить, а затем их переснимать. Эту шапку я вязала из пряжи Regia Merino Yak в зеленом оттенке, цвет 7521, и у меня уже нет моточка, чтобы вам показать нить, потому что я практически всю ее извязала. То есть там 100 граммовый моточек, и вот мне на шапку ушло как раз-таки около 100 грамм, то есть там за исключением образца и, может быть, какой-то небольшой кончик остался. Поэтому вот для такой шапочки одного мотка будет достаточно. При этом я вязала ее на объем головы 58 сантиметров, то есть это 58 с половиной даже сантиметров. Это шапка для моего мужа. До стирки длина шапка от макушки до макушки была около 50 сантиметров. После стирки она вытянулась, и вот сейчас уже в сложном таком состоянии, да, после ВТО, она около 27 сантиметров в длину. То есть такой длины хватает для того, чтобы носить шапку с отворотом небольшим, и для того, чтобы носить ее просто там с припуском по голове, в общем, так как вы предпочитаете. Я постараюсь, возможно, вставить фотографии, показать, как эта шапка выглядит либо на мне, либо на мужа. Для меня она, конечно, великовата, но все равно смотрится нормально, как мне кажется. И, конечно, эта шапка получается очень теплая, потому что здесь в составе есть як. 14 процентов яка, и там около 60 процентов мериносовой шерсти. К тому же она двойная, как я сказала, поэтому такая шапка, мне кажется, даже для достаточно холодной зимы подойдет до минус 20, я думаю точно. Сейчас в ней ходить пока что жарковато, у нас сейчас плюсовая температура, где-то 4-5 градусов, поэтому нужна какая-то демисезонная шапка точно. Эта шапка не универсальная, она не подойдет для такой теплой погоды. Я вам вставлю видео, как выглядела шапка до стирки. Я не могу сказать, что было какое-то невероятное преображение, потому что эта нить была и до этого достаточно ровная в полотне, и вот сейчас она выглядит, ну, вы видите, очень ровненько и аккуратненько, поэтому вязать из нее приятно, и результат тоже очень классный. Следующий аксессуар я уже вязала для себя. Это тоже шапка, но она уже такая демисезонная, и я ее вязала из бобинной пряжи Ламора от Ланы Кардаты. У меня осталась еще бобинка, я хочу связать еще из этой бобинки капор. У меня прям стоит перед глазами картинка, я думаю, что очень классная вещь получится. Но давайте вернемся к шапке. Эту шапку я вязала в рамках совместника у Маргариты Тереховой, и она называется Неспростая шапка. Название интересное и действительно отражает суть своего процесса. То есть, с одной стороны, шапка вяжется достаточно просто, но Маргарита рассказывает обо всяких нюансах интересных, о каких-то там хитростях, например, как сделать так, чтобы, да, когда мы отворачивали шапку, вот этот край смотрелся все равно красиво. В общем, действительно простая, но не простая шапка. И мне очень нравится, как она сидит на голове, то есть посадка этой шапки. У нее здесь закрытие из пяти клиньев получается, по-моему, да. Вот таким образом выглядит макушка. И эту шапку можно носить с одним отворотом, и тогда получается немножко торчит макушка. Это то, как я чаще всего ношу эту шапку. Можно носить с двумя отворотами, и тогда она будет сидеть достаточно плотно по голове, по макушке. Можно носить вообще без отворота, с припуском. В общем, как вы пожелаете, и насколько хватит вашей фантазии. Эта шапка у меня получилось 58 грамм и 26 сантиметров в длину. Она действительно легчайшая получилась, и я вам показала пряжу, но не сказала состав. Здесь 25 процентов ангоры и 75 процентов мериносовой шерсти. И, конечно, как любая, да, наверное, бобинная пряжа, она действительно классно раскрывается. Я вам покажу фотографии, как шапка выглядела до ВТО и как после. То есть я провязала часть шапки, постирала и затем продолжила вязание. Видна вот эта действительно колоссальная разница между тем, как пряжа ведет себя до стирки и после стирки. Это просто магия после ВТО. Я вязала эту шапку не из рекомендованной пряжи. Маргарита там в основном советует вязать ее из кашемиров, но у меня вот такая была ниточка в наличии, поэтому я попробовала просто связать образец, попала в плотность, и мне захотелось повязать из той пряжи, которая у меня уже имеется. Также сама Маргарита вяжет из викуньи, то есть такая очень дорогая премиальная пряжа. Мне кажется, что ее можно вязать из практически любого состава, который вы любите носить, который вам подходит по характеристикам для ваших там погодных условиях, для ваших, по вашим тактидным ощущениям. Я вязала, как я вам сказала, из пряжи, в которой есть ангора в составе, но здесь настолько нежный пушок, настолько деликатный, что шапочка получилась просто мягчайшая. Я честно скажу, не знаю, кому бы она могла колоть, но я думаю, что есть и люди с такой чувствительной кожей, которым будут колоться даже такие достаточно нежные ворсинки, поэтому выбирайте состав, исходя из ваших индивидуальных потребностей и пожеланий. Сейчас, по-моему, доступно описание, то есть, насколько я понимаю, в совместник уже вступить нельзя, но описание для такой шапки можно купить и связать себе вообще несколько вариантов. Я тоже хочу повторить эту шапку, возможно, как раз-таки из моточного кашемира, только нужно доехать до магазина и обналичить свой сертификат. У меня недавно был день рождения, и коллеги подарили мне сертификат как раз-таки в магазин пряжа Атмосфера. Такой вариант шапки подходит хорошо под нашу текущую погоду, плюс 5 градусов, я думаю, где-то до минус 5 градусов она будет отлично согревать, а затем уже можно переходить на более теплые варианты головных уборов. Друзья, у меня уже практически стемнело, и я переместилась поближе к окну и буду вещать вам теперь в формате руки в кадре, но я думаю, так будет даже удобнее, мы сможем поближе рассмотреть некоторые мои изделия, которые я успела связать. Следующий аксессуар, который я вам хочу показать, это перчатки, связанные по описанию теплая эндмаша, и я их тоже вязала из регии Мерина Яг, описание, кстати, называется Эверест Главс. Здесь у меня цвет, сейчас я вам покажу этикетку, вот смотрите, цвет здесь 07513, это такой, знаете, полынно-мятный цвет в основе этой нити, но тем не менее здесь отлично видны вкрапления неокрашенного яка, вот вы видите такие серо-коричневые переливы, это именно неокрашенная нить яка. Мне кажется, смотрится очень интересно такая расцветка. И сами перчатки тоже получились классными, вязала я их на спицах 3 миллиметра, и здесь у меня, смотрите, одна перчатка постирана, другая нет еще. Я люблю так сравнивать просто изделия, как они выглядят до в итоге, как они выглядят после. Показываю вам, да, изменения. Здесь у меня еще не заправлены концы, вот посмотрите, какая она вся такая корявенькая у меня получилась. Конечно, может быть, у меня не совсем хорошо набита рука перчатки, я вяжу, наверное, третий раз всего в жизни, вот поэтому пока что у меня они такие получаются забавные. Дырочек, мне кажется, нет даже пока я их еще не заправляла, но вот смотрите, в целом описание достаточно подробное и... А, нет, здесь я, наверное, заправила дырочки уже, да, между пальчиками. В общем, в описании есть схема пояснения, как заправить, как скрыть дырочки, которые появляются, когда мы провязываем фаланги и поднимаем дополнительные петли. Вот, мне осталось заправить, и посмотрите, здесь такое интересное закрытие ромашкой. Оно до ВТО, мне кажется, выглядит не совсем аккуратно, по крайней мере, в моем исполнении, но после ВТО выглядит очень даже прилично. Для меня это была новая техника. Раньше я использовала просто обычное закрытие, когда мы стягиваем все петли между собой. Вязала я их на спицах 3 миллиметра, и знаете, именно для таких малых форм я всегда экспериментирую с инструментами. Я могу одну перчатку начать вязать на обычных длинных спицах методом Magic Loop, затем перейти на какие-нибудь каратыши, затем на чулочные, и, в общем, смотрю, как у меня быстрее идет вязание, и как мне удобнее вязать конкретные изделия. И, в данном случае, мне больше всего понравилось вязать на чулочных спицах, особенно пальчики, потому что, как-то, мне кажется, достаточно плотно получается провязывать. И, в данном случае, я использовала бамбуковые спицы от Tulip, 15-сантиметровые, и здесь, на самом деле, должно быть 5 спиц. Куда-то подевалась пятая спица, нужно ее поискать. Очень мне понравились эти спицы, я еще купила в других тоже номерах, там, по-моему, 2,5 у меня еще есть. Спицы эти очень гладкие, и мне нравится кончик, он достаточно острый, в меру острый, я бы сказала, и получается хорошо подхватывать петли, если нужно, да, какие-то поднять петли или провязать, например, скрещенную петлю. В общем, очень достойный вариант. И, смотрите, вес этой пары перчаток у меня составил 45 грамм, то есть вместе со всеми кончиками еще до обрезания и до ВТО я измерила, и у меня получилось 45 грамм. И вес вот этого моточка у меня тоже 45 грамм оставшегося. Таким образом, мне хватит на полноценную вторую пару перчаток. Я вязала, кстати, самые маленькие перчатки размер S, у меня обхват ладони 19 сантиметров, но там самые маленькие начинаются от 20 сантиметров в обхвате, то есть получается достаточно выгодно. Из одного моточка можно связать две полноценные пары перчаток себе и в подарок или своим близким. Сейчас я вам покажу следующий аксессуар, и он связан вот из этой красивейшей пряжи. Мне ее подарила Лена с каналами Лена, когда мы встречались с девочками на шерстяном базаре, и, конечно, я в нее влюбилась с первого взгляда. Этот цвет меня просто покорил, у меня прям чесались руки, чтобы попробовать из нее повязать. Это пряжа Soft Donegal, и, конечно же, мне было очень интересно попробовать в процессе вязания эту пряжу, потому что раньше я из нее не вязала. Здесь 190 метров на 50 грамм, это такой классический, в принципе, носочный метраж, и по составу это стопроцентный меринос. Я почему-то сразу представила из этой нити митинги себе на осень или метенки, вообще-то правильно говорить. Я еще иногда непривычки по-разному ставлю ударения. В общем, если хотите, напишите свою версию в комментариях, если хотите, поправляйте меня. Но в нашем вязальном мире слово метенки и альпака вызывают просто бурную дискуссию в комментариях, потому что правильные варианты произношения, вот которые я сейчас называла, они непривычны для нас. Давайте перейдем непосредственно к изделию. У меня еще этот процесс не завершен. Видите, здесь нет пальчика, у меня здесь просто петли сняты на жгутик. Вот, мне нужно довязать резинку для пальца. Я выбрала для этого изделия такой японский узор. Видимо, у меня, знаете, после вязания джемпера киото меня еще не отпустило, и мне захотелось попробовать повязать и другие японские узоры. И если вы обратите внимание, то здесь лицевые провязываются скрещенными, то есть и в узоре вот здесь используются скрещенные лицевые петли, и резинки я тоже провязала скрещенными лицевыми. Я надеюсь, что камера позволит вам разглядеть, но на самом деле и в жизни рисунок не слишком хорошо читается, потому что пряжа очень сильно разбухает после стирки, она настолько хорошо раскрывается, что рисунок чуть-чуть теряется, но я это знала, потому что я вязала образцы до вязания своего изделия и была готова к этому. Мне все равно захотелось вписать сюда такой небольшой узор. В данном случае здесь провязывался ромб из двух петель, и эти петли не скрещены, а вот внутренний ромб он состоит из одной петли, и она как раз-таки скрещена. Наверное, сложно рассмотреть это, но выглядит, мне кажется, очень так элегантно. Эту метенку, как вы поняли, я уже стирала, но я вам покажу фотографию, как выглядело изделие до стирки, там узор читается гораздо-гораздо лучше, конечно. И смотрите, здесь в качестве основного полотна, да, вокруг рисунка я использовала изнаночную гладь, но если вывернуть изделие, там будет, соответственно, лицевая гладь, и она выглядит не менее классно, то есть, мне кажется, можно носить ее как двустороннюю такую, потому что здесь просто рисунок не очень читается, и получается такая двусторонняя метенка. И, как я сказала, пряжа эта очень классно раскрывается, я бы сказала, что это, знаете, самое такое яркое, самое впечатляющее раскрытие у нити, которое я вообще когда-либо видела, действительно вот эффект вау производит, поэтому, если вы никогда не вязали, то можете попробовать вот на таких маленьких изделиях, здесь у меня был 50 граммовый моточек, и, соответственно, мне точно хватит на пару, мне кажется, мне бы хватило и на пару перчаток полноценных или варежек, но на метенке мне точно хватит, я думаю, что еще даже останется. Вот, расскажите, носите ли вы такой аксессуар, удобно ли вам и не замерзают ли пальцы, потому что я вяжу их впервые. Следующий свой проект я вяжу из вот такой пряжи от Сиам, пряжа называется Кантуччи, и здесь у нас состав 60 процентов мериносовой шерсти, 30 процентов акрила и 10 процентов вискозы, в 50 граммах 175 метров, то есть ниточка такая, достаточно тоненькая, но она достаточно объемная, вот посмотрите, и здесь есть небольшой пушок, и, в общем, я из нее вяжу очень универсальную вещь, это будет кардиган японским плечом, я вам его мельком покажу, потому что не хочется, честно говоря, показывать этот полуфабрикат, потому что мне кажется, что он выглядит не супер презентабельно, а знаете, то, что я придумала у себя в голове, выглядит просто вау, поэтому здесь мне не хочется вам вот его в таком виде долго показывать, но немножко расскажу о конструкции, да, здесь, как я сказала, используется японское плечо, пряжа, знаете, у меня пока что такие сомнительные чувства, она вызывает, потому что, с одной стороны, мне нравится вот этот деликатный пушок, который у нее есть, мне нравится цвет, мне нравится в целом она по тактильным ощущениям, она достаточно мягкая, но мне кажется, что здесь немножко пляшут петли, это вот вискозный привет, и вискоза, собственно, дает о себе знать, но посмотрим, как будет вести себя в дальнейшем полотно, может быть, она придет в себя, петли выровняются, и у меня уже не будет никаких претензий, а может быть, этот кардиган благодаря своему составу будет не такой жаркий, и в нем, в помещении будет достаточно комфортно, даже в таком хорошо отапливаемом. В общем, посмотрим, спустя какое-то время я расскажу, как повела себя пряжа, вот, а пока что можете полюбоваться, да, на конструкцию, как вы видите, здесь у меня такая округлая горловина идет, будет обработка, и знаете, почему я говорю, что это универсальный кардиган, потому что здесь будет дело именно в обработке, вот какую обработку мы выберем, да, какую отделку захотим сделать, такое настроение будет передано этому кардигану, она может быть такая очень минималистичная, с добавлением какой-то золотистой фурнитуры, и тогда это будет уже кардиганчик в стиле Шанель, а может быть, наоборот, более кэжульная, и тогда это будет кардиган в повседневном стиле. В общем, не буду вас долго здесь утомлять своими фантазиями, лучше связать и показать уже готовую работу, чем я и буду заниматься активно, и в следующем видео я, скорее всего, вернусь к вам именно с такой готовой работой. Вот, друзья, на этом сегодня я буду заканчивать, большое спасибо, что провели это время со мной, мне всегда очень приятно находиться в вашей компании, оставляйте ваши комментарии, добавляйтесь в группу в телеграм-канале, там я стараюсь бывать почаще, и, в общем, увидимся с вами в следующих видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok